Добрый вечер, это Виктория Маслах, специально для Betfair Prokey Life Ялта. Рядом со мной стоит Родион Лонга. Добрый вечер, Родион. Добрый вечер, Виктория. Скажите, пожалуйста, как вам наш турнир сегодня? Какие были интересные за вашим столом игроки? Может быть, какие-то раздачи уже были интересные? Ну, за нашим столом все игроки очень интересные. Вот из примечательного, что же запомнилось, мужчина справа от меня, который сидит, вот он где-то раз 8 играл колом до фопа, то есть уравнивал большой блайнд. Там какие-то происходили действия, рейс, кол, неважно. И вот он всегда уравнивался, кто-то рейзил, он уравнивал, и всегда с фопа ввел сет. Причем вот из того, что показывал, раз 6, и он каждый раз в него все решали поблифовать. Вот, он, например, кол играл, кол, и вот на ривере он там играл или рейс, или тоже кол. То есть это сложно запомнить. А второй мужчина, тоже сегодня такой вечер совпадений, у него тут с король всем заходили, он тоже специфических очень разыгрывал, он всегда играл кол, ну, тоже лимпил. Всегда с фопа получал трипс королей, и всегда вот тоже вот, ну, очень большие банки выиграл. То есть там либо был трипс матч, либо вторая пара какая-то у него там ставила, чтобы получить кол от худшей руки. Я знаю, что за вашим столом был шахматист. Вы не почувствовали разницу, играя просто с игроками в покер, и с человеком, который довольно неплохо играет в шахматы? Я чувствовал, как будто в шахматы играю. Я, честно сказать, не знаю, кто был шахматистом, но... Ну, нет, честно сказать, ничего специфического не почувствовал. Стандартно все. Я, если бы предполагал, то сказал бы, что человек, который сидел на раз, два, три, на четвертом боксе. Я знаю также, что вы ведете школу покера в Киеве. Скажите, приехали ли вы сегодня с друзьями, может быть, с какими-то учениками на этот турнир? Нет, ученики у нас еще пока очень молодые для таких турниров. Набор у нас не так давно произошел первый, поэтому ребята у нас сейчас в Киеве трудятся, играют в интернете, в офлане немного. Ну, я надеюсь, что на следующий турнир приедем командой наших учеников, да. Это было бы здорово. И еще я знаю, что у вас есть газета, довольно смешная. Скажите, как вы придумываете все эти... Насчет покера, казалось бы, нельзя написать с юмором, но вам это удается. Спасибо. Я не знаю, как я это придумываю. Механизма тут какого-то нету, отважного. Ну, бывает, что просто очень часто в компании над чем-то очень смеемся, какие-то рождаются приколы, вот. Ну, я это уже как-то в печатном виде все... Оно синтезируется уже в какие-то посты. Я так понял, про что и нац речь идет. Да, конечно. Ну, мне приятно, что другим нравится. Да, спасибо за такую газету, это очень интересно. Скажите, пожалуйста, какие ваши планы? Какой следующий турнир, который вы хотели бы посетить? Буду играть все, кроме хайроллеров турнира и... Оклахома, по-моему, завтра будет. Это первый турнир по Оклахомии. Может быть, под настроение буду играть, может быть, не буду играть. Зависит еще немножко сегодня, как сегодня закончу, с каким стеком. Буду играть по 500 фриз-аут и последний турнир, по-моему, по 300 фриз-аут. И 6 макс пропускаю тоже. А вот Betfair Poker устраивает следующий турнир в Восточной Европе. Вы планируете туда поехать? Да, конечно, планирую. Планирую посещать вообще все турниры, которые находятся, в всяком случае, на континенте. Ну, и с прицелом на другие континенты тоже в ближайшее время. Очень хочется поездить по миру, посмотреть. Очень интересно это. Спасибо, я желаю вам удачи. Спасибо за интервью. Все хорошо. Спасибо.